еще одну фишку на которую стоит обращать внимание я думаю зачастую вы слышали по поводу объема что вот вышел объем нужно с акции говорят трейдеры нужно валить или нужно покупать объем объем он больше для вас говорит что скорее всего назревает движение посмотрите эту ситуацию то есть вот он объем проходит ситуация никуда не разворачивается то есть вот инструмент просто стоит дальше это говорит о том что здесь было совершено обмен большим пакетом акций между покупателем продавцом и такие ситуации просто говорят о том что скорее всего назревает сильное движение не более того никогда вы не узнаете в какую сторону пойдет инструмент это просто говорит о движении как я я говорил, что важно для трейдера именно определить, что будет движение. Почему объемы так привлекают трейдеров? Потому что это сигнал к волатильности, это сигнал к тому, что будет движение. А движение это всегда возможность построить математику. То есть, грубо говоря, даже если вы здесь не угадали, вы ставили стоп и вас снесли, вы просто получили свой стоп. Но если инструмент пошел в вашу сторону, он пошел хорошо, то вы относительно вот этого короткого стопа можете действительно хорошо в нем прокатиться. Так, 21-27 стоп на 21-19. То есть, я этот инструмент взял, вы видите, есть объем, есть вероятность движению и вот инструмент потом растет. Вот это, видите, уровень. Но объем после этого потерялся по отношению к тому объему, который здесь пошел. Вот это вот уже, вот это вот уже дистрибуция. И на этой дистрибуции я действительно выходил, потому что вот на таких движениях, когда инструмент идет практически без отката и с объемом, эти ситуации уже можно интерпретировать как отчасти сигнал к тому, чтобы покрыть часть позиции. И опять же, дальше, даже, дальше инструмент я не оставлял. Опять же, что значит лонг-шорт-лист, да? Когда инструмент вдруг поставили на лонг-лист, точнее на шорт-лист, а он оказывается в лонгах. Посмотрите, инструмент подходит опять к одной из ключевых своих цен, откуда было движение. 21.20, 21.65 диапазон удерживается. И по сути, вот она покупка 21.72 и стоп 21.69. То есть третий трейд за день в одном и том же инструменте. Это насколько нужно быть, во-первых, гибким и, во-вторых, следить за теми идеями, которые вам приносят прибыль. То есть вот этот инструмент был 21.65. Он дошел почти до 22.25. Опять же, видите, каждый скрин я описываю. Каждый скрин. И все-таки объем оказался не в пользу роста. Жертвуя 30 центов пришлось отступить с фиксацией по 21.76. То есть я только здесь фиксировал позицию. Да, 30 центов пришлось мне отжертвовать, но свою, скажем, математику даже больше, чем моя математика я в этом инструменте забрал. И еще был четвертый трейд за один день в одном и том же инструменте. То есть вот как его выглядит дневной график и четвертая сделка подряд в одном и том же инструменте. То есть вот идет откат, тот, который я брал. И смотрите, фиксация 22.12. Ну, я писал тот случай большего времени до окончания торгов. Я бы поддержал этот инструмент. Стоп, это третий трейд. То есть я бы поддержал, конечно, инструмент. Но проблема в том, что когда у вас до окончания торговой сессии остается 15-20 минут, то, конечно, вероятность того, что вы закроете еще больше до окончания торговой сессии все-таки зиждется вероятностно в сторону отрицательную. А если вы уже достигли более чем свою математику, то почему бы не зафиксировать сделку. То есть из простых соображений я прикрыл эту сделку. По поводу прибыли без убытка обращаю внимание просто на волатильность инструмента. Если я вижу, что инструмент покидает рамки своего какого-то некого диапазона, и я понимаю, что это уже точка невозврата, то есть сценарий для меня меняется, то я тогда могу переставить стоп-лосс без убыток. Почему при положительной новости пара идет в противоположную сторону? Точно так не обязательно. Бывают и положительные, бывают и отрицательные новости, бывает на положительных новостях инструмент вверх идет. То есть, опять же, это точно так же, как я вам пример показал с акцией Мотель. Новости отрицательные, отчетность отрицательная, акция растет. Почему так происходит? Потому что зачастую трейдеры живут, инвесторы живут ожиданиями. Точно так же на валютных парах. Опять же, вот эта книжка Эдрина Лефевра, воспоминания биржевого спекулянта, там великолепно описана ситуация, когда он хлопок закупил, ему просто не в кого было выходить этим хлопком. Но ему помогло то, что он перебрал по количеству, он перебрал, исходя из той ликвидности, которую предлагал рынок. Но вышло на благо его. То есть, он уверяет, что это не из его подачи вышла новость, что она просто вышла. Ну, как бы там ни было, никто до правды не докопается. Но вышла новость, люди начали покупать, просто возник ажиотаж, и он на этом ажиотаже начал выходить. То есть, возникла та необходимая ликвидность для того, чтобы он мог покрыть свою позицию. Поэтому новость с новостью, а есть еще определенные интересы.